Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале ИнстаФорекс ТВ. С вами я, Екатерина Недачина. Сегодня евро продолжает бить рекорды падения, испытывая чрезвычайно сильное давление американской валюты. На фоне ожиданий повышения процентной ставки Федрезервом уже в первой половине 2015 года и смягчением монетарной политики ЕЦБ, рост спроса на доллар вполне оправдан. Что касается основной валютной пары, евро-доллар, то она пробила уровень поддержки 1.2875 и сейчас в моменте торгуется ниже этого уровня. И вполне вероятно, если пара не отскочит выше этого уровня, можно ожидать дальнейшего ее снижения к локальному минимуму уже буквально, может быть, сегодня, завтра, либо до конца недели, это 1.28. И к следующему реакционному минимуму 2013 года 1.2755. Отсутствие торгового интереса к европейской валюте усугубилось заявлением министра финансов Германии. Вольфган Шойбле обратил внимание экономистов на ухудшение перспектив для экономики еврозоны. Прежде всего, немецкого парламентария не радует вялый рост частных инвестиций в экономику страны. Он в очередной раз напомнил, что именно инвесторы являются основной и наиболее эффективной движущей силой, а не государственной программой стимулирования. Шойбле заверил, что будет и дальше поддерживать реформы, направленные на оживление экономического роста и рынка труда. Все положения Европейского пакта стабильности и роста останутся для Германии приоритетными, несмотря ни на что. Ну и не стоит пренебрегать ухудшением взаимоотношений с одним из крупнейших торговых партнеров Россией. Разумеется, ограничения торговых и финансовых связей и ответная реакция Москвы нанесут ощутимый удар не только по Германии, но и по всему Европейскому Союзу. Новый пакет санкций уже принят, однако введение его отложено для оценки соблюдения перемирия на Украине. В ожидании этого события в ЕС уже наметились разногласия. Так, если Польша и страны Прибалтики занимают жесткую позицию, Венгрия и Словакия осуждают ограничения.